Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 2 марта, Вселенская Родительская Мясопустная Суббота. В определенные дни года Церковь творит поминовение всех усопших отцов и братьев по вере. Совершаемые при этом панихиды, указанные уставом, называются Вселенскими, а дни, в которые совершается поминовение, Вселенскими Родительскими Субботами. Первая Вселенская Родительская Суббота бывает на Мясопустной Седмице, перед началом Масленицы, подготавляющей верующих к Великому Посту. Почему Вселенская Родительская Суббота празднуется за неделю до Великого Поста, «Воскресенье перед Масленицей посвящено воспоминанию Страшного Суда». Хотя все только еще готовятся к праздничному веселью Масленицы, к этому радостному веселью уже понемногу присоединяется торжественное и покаянное настроение начала Великого Поста. «Поминай час смертный и вовеки не согрешишь», — говорили в древности. «Поэтому и веселье Масленицы не должно быть безумной оргии, но должно быть временем радостного общения с ближними». Основанием к установлению этого поминовения послужило то, что в воскресный день Седмицы Мясопустной Святая Церковь совершает воспоминание Второго Пришествия Христова, и потому накануне этого дня, как бы в день, предшествующий Страшному Суду Христову, и при том приближая к духовным подвигам Святой Четыридесятницы, когда нам должно войти в теснейший союз любви со всеми членами Царства Христова и святыми, и живущими, и умершими, Церковь предстательствует о всех от Адама до днесь, усопших во благочестие, я правой вере, праотцах, отцах и братьях наших, от всякого рода, от рода царей, князей, монашествующих, мирян, юношей и старцев, и всех внезапно умерших и оставшихся без узаконенного погребения. Предстательствует, умоляя праведного судью явить им свою милость в день нелицеприятного всем воздаяния. Почему родительское? Ведь мы поминаем не только родителей, но и других людей, зачастую никакими родственными узами с нами не связанных. По разным причинам. В первую очередь, даже не потому, что родители, как правило, вперед своих детей покидают этот мир, и поэтому тоже, но не это главное, а потому, что вообще, первоочередной долг наш молитвенный за наших родителей, из всех людей, чья временная земная жизнь окончена, мы в первую очередь должны тем, через кого мы этот дар жизни получили, родителям и прародителям нашим. В Синоксаре на этот день написано, святые отцы узаконили совершать поминовение по всем умершим по следующей причине. Многие весьма нередко умирают неестественную смертью, например, во время странствования в морях, в непроходимых горах, в ущельях и пропастях. Случается, гибнут от голода, в пожарах, на войнах замерзают. И кто перечтет все роды и виды нечаянной и никем не ожидаемой смерти? И все таковые лишаются узаконенного псалмопения и заупокоенных молитв. Вот почему святые отцы, движимые человеколюбием и установили, основываясь на учении апостольском, совершать это общее вселенское поминовение, чтобы никто, когда бы, где бы и как бы не кончил земной жизнь, не лишился молитв церкви. Нечасто, но приходится слышать от людей, зачем молиться об умерших? Ведь сам Господь сказал нам, в чем застану, в том и сужу. Какой же смысл такой молитвы? Действительно, если эти христовые слова отнести к моменту человеческой смерти, тогда заупокоенная молитва не имеет никакого смысла. Но правильно ли мы понимаем эти слова? Данная фраза относится не к Писанию, а к аграфе, записанной мучеником Иустином, философом. Она созвучна слову Писания. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Значит, речь идет не о том, что Господь смертью нашей застанет нас в тот или иной момент, а в совсем другом, в том, что нельзя предаваться беспечности. Понятно, что почивший вряд ли может быть беспечен перед лицом вечности. По смерти, согласно словам святых отцов, святителей Иоанна Златоуста, Кирилла Александрийского, Игнатия Брянчанинова и многих других, душа встречается с миром ангельским. Здесь и божьи ангелы, и демоны начинают борьбу за душу. Этот момент соприкосновения души с вечностью, но еще не конец. Душа проходит мытарство. Это занимает некоторое время, наступает для души частный суд, но и это не окончательное определение для человека. Иначе не было бы страшного суда во второе Христово пришествие. Господь дает время душе человеческой для исправления, но в том вся скорбь, что душа не весь человек. Без тела может сложнее грешить, но и исправляться без тела тоже сложнее. Но выход из этого есть. Апостол Иаков заповедует нам, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Но ведь в исцелении нуждается не столько тело, сколько душа, потому как в ней сосредоточен источник всех наших болезней – грех. Потому-то и действенна молитва Церкви о почивших, что эта молитва об избавлении от первопричины страданий – греха. Почившие наши сродники еще не совсем люди, потому как человек – существо троечасное. Только тогда человек – человек, когда дух, душа и тело живы. Мертвые же – мертвы телом, хотя и живы душой. А значит, есть у них время на покаяние. И помочь им можем мы, еще живые их сродники, близкие, соседи, просто собраться во Христе. Усердная молитва, щедрая милостыня могут совершить воистину чудеса. И главное чудо – прощение грехов и спасение души происходит незаметно для нас. Но от этого оно не теряет своей важности. Ведь и нам в скором времени очень и очень важны будут молитвы об упокоении наших душ. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца. Великомученика Феодора Тирона, преподобного Феодора Молчаливого Печерского в Дальних пещерах. Праведной Мариамны, сестры апостола Филиппа. Празднуется обретение мощей мученика Мины Каликелада. Священномучеников Михаила Никологорского и Павла Косменкова-Пресвитеров. Мученицы Анны Четвериковой. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем те за именинство. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!